Лисичанские шахтеры митингуют. Сегодня утром они со своими семьями пришли под главное здание угледобывающего предприятия с требованием выплатить заработанные ими деньги. Около полугода горняки четырех действующих шахт Лисичанск Угля остаются без зарплаты. В интервью нашему корреспонденту шахтеры рассказали, что денег у них не осталось даже на еду. Детей надо собирать в школу, а коммунальные предприятия из-за долгов грозятся оставить их жилье без света. Подробнее в материале Светланы Поповой. На предприятии Лисичанск Уголь работникам не выплачивают заработную плату с апреля месяца. Также они ждут выплаты задолженности за декабрь прошлого года. Но каждый день шахтеры продолжают спускаться в забои шахты и больше всего они боятся того, что их шахты закроют. На 1 августа текущего года задолженность по выплате заработной платы на ПАО Лисичанск Уголь госпредприятии Первомайск Уголь составляет более 250 миллионов гривен. По словам шахтеров жить больше не за что. Коммуналка уже неплаченная месяца три. Что нам, скоро приедут, начнут отключать. На работу ходите? Регулярно, без больничных, стабильно на работу ходим. То, что по нарядам, все выполняем. Кормят только обещаниями. Заплатим завтра, на следующей неделе, подождите 10-го, 20-го. Муж у меня как был целыми днями на шахте, так и будет работать. А кормильцам в семье так и останется. Годовалая дочка, если бы не пособие детская на 860 гривен, я бы не знаю, как бы наша семья жила. У нас один вопрос. Когда будет зарплата? Зарплата будет, скорее всего, сегодня. 70% от фонда. Это будем платить июнь месяц. Правда ли то, что Капустина и Новодружевку хотят закрыть? И насчет шахты Мельникова? Ну, насчет Капустина вопрос пока не стоял. Насчет шахты Новодружевская и шахты Привольнянская. Рассматривая вопрос проведения технико-экономического обоснования, дальнейшей целесообразности их работы. Шахтеры и их жены ждут решения всех вопросов до 25 августа. Ждем решения вопросов по коммунальным. Решайте на городском совете, у себя на совещаниях с профсоюзом, чтобы шахтеров не трогали. Что это такое? Апокалипсис какой-то. У шахтеров отключают свет. Денег не дают. Голодные сидят. На официальном сайте облгосадминистрации появилось заявление губернатора Юрия Горбуза о том, что из госбюджета выделили более 56 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате. Через несколько часов после митинга шахтеры получили обещанные деньги за июнь. Светлана Попова, Роман Царевский, Подиен.